МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работает в обстановке строжайшей секретности. Говорят, что секретным указом правительства Болгарии вся эта территория и программа представляет государственную тайну. Ученые, изучавшие дар Ванги, специально подбирают у вечных детей со всего мира и тренируют здесь их способности. А вдруг они смогут вырастить новую Вангу? Как передается дар предвидения? По наследству или с помощью череды перерождений? Можно ли стать ясновидящим, тренируя экстрасенсорные способности по секретной теории болгарских ученых? Человек может развить в себе способность к предвидению. Одной из таких особенностей должно быть доминирование правого полушария. Или это дар для избранных? Почему Ванга появилась именно на Балканах и кто придет вслед за ней? Ванга сказала, что придет время, когда ученые будут выращивать предсказатели, как цветы, и доверять им. Ведь когда не верят, человек не сможет проявить свои способности. Смотрите прямо сейчас. Кто и где прячет потомка Ванги? Никто не знает, как он выглядит. Как стать пророком? Иногда этот дар приходит, как муж. Кто готов поставить производство ясновидящих на поток? Спецслужбы отслеживают действия этих людей. И что делал у Ванги человек, объявивший себя Богом? Его там даже Христом разгласили. Почему великая провидица до сих пор приходит к родственникам? Она появилась через три года после смерти. Где сейчас Ванга? Сколько раз рождалась на этом свете я. И самое главное, где ее наследник? Его ищут уже 15 лет с того самого дня, как провидица скончалась в правительственной клинике Софии. Но только нам удалось его найти. Тайная миссия Ванги и продолжатель ее дела. Смотрите во второй серии документального проекта Ванга продолжения на телеканале РЕН-ТВ. Ванга продолжения. Наследник. Вторая серия. Дети мои. Так обычно обращалась эта женщина к своим гостям. Но никто не думал воспринимать ее слова буквально. Считалось, что Ванга детей иметь не могла. А ее мужу дети были нужны. Разочаровавшись в семейной жизни, он начал пить и в итоге спился. Они жили как брат и сестра. Поначалу они любили друг друга. Они ухаживали друг за другом. Но физической близости между ними никогда не было. Муж иногда говорил так. Я живу не с женой. Я живу со святой. И все-таки дети у Ванги были. Приемные. Димитр и Винетта волчевы. Появление того и другого ребенка в доме Ванги темная история. Мальчик откуда-то пришел на порог ясновидящий сам и попросился жить. С Винеттой ясности еще меньше. Неизвестно, где взяли Винетту для удочерения. Непонятно, были ли это официальные документы. Было ли это официальным удочерением. Винетта сегодня живет в Петриче, однако она не хочет говорить об этом. Мы даже удивлялись. Неужели дала обет молчания? Скорее всего, Винетта просто боится рассказать правду. И больше всего она опасается духа самой Ванги. Другие родственники не скрывают. Мертвая провидица постоянно общается с ними в снах, а иногда и в реальной жизни. Что-то фантастическое случилось на 40-й день после смерти Ванги. На сетчатой железной ограде побежали электроразряды. А потом, как на экране, появилась тетя Вангелия. В синем плаще, в черном платке, в котором ходила последние годы. Постояла, постояла и исчезла. Есть одна тема, на которую в доме Ванги никогда не говорят. Это табу и старая семейная тайна. У Ванги все-таки был ребенок, но не от мужа. От первого возлюбленного. Его звали Димитр. Они познакомились в интернате для слепых. Ванга всячески избегала этой темы, но по городу действительно ходили слухи о том, что у нее есть родной сын. Однажды мне намекнула на это и сестра Ванги, Любка. Какова же дальнейшая судьба ребенка? Наследовал ли он уникальные способности? Об этом вы узнаете совсем скоро. Это ясновидящая Дали. Ее общение с Вангой началось со странного предсказания 10-летнего мальчика сына подруги. На Рождество Дали решила погадать вместе с друзьями. Но, казалось бы, случайные слова, которые произнес ребенок, оказались пророчески. Ты будешь как Ванга. После этого случая, естественно, я задумывалась, как мне попасть в Болгарию. 1 ноября 1994-го она приехала к Ванге. К провидице ее как будто направляла какая-то сила. Меня сопровождал ее крестник, подполковник Красимер. Красимер, он зашел к ней и спросил, как она себя чувствует, сможет ли она принять женщину с России. На что она ему ответила, да, я ее уже давно жду. Она спросила меня, проси, что хочешь. Я ей сказала, прошу вас стать моим духовным учителем и моей крестной мамой. На что она сказала, знам, знам, добре, добре. Дали утверждает, ей передалась часть дара Ванги. Теперь у нее нет отбоя от клиентов, желающих узнать свое будущее. Женщина говорит, к ней можно обращаться даже на расстоянии. Она обязательно поможет. Удивительно, не правда ли? Интернет и печатные СМИ постоянно публикуют объявления магов и колдунов. Каждый пятый именует себя учеником Ванги. Каждый шестой был с ней знаком лично. Каждому десятому она свой дар передала. Полностью, либо частично. Людей, называющих себя преемниками, последователями и учениками Ванги, несколько тысяч. Но кто же из них настоящий? Пророки, предсказатели, провидцы, их боялись и уважали во все времена и всегда пытались проверить. Сегодня уже можно оценить, где в их словах откровенное шарлатанство, где игра случая, а где необъяснимый с точки зрения науки феномен. Мишель Нострадамус. Принято считать, что знаменитый прорицатель 16 века предсказал многие события мировой истории. Варфоломеевская ночь, Великая французская революция, Вторая мировая война, Хиросима и Чернобыль. Все это толкователи Нострадамуса нашли в цикле его книг под общим названием «Пророчества». Это сборник, состоящий из четверостишей или, как их чаще называют, катренов. Они были зашифрованы в виде некоторых таких стихотворений. Трактовать их можно совершенно по-разному. Нострадамус прославился еще при жизни, делая одно удивительное предсказание за другим. Сначала помог королевскому слуге найти потерянную породистую собаку. Потом предугадал гибель на рыцарском турнире французского короля Генриха II. День и час своей собственной смерти он тоже огласил заранее. Но по-настоящему его имя обессмертили ежегодные альманахи. Они выходили 16 лет подряд и содержат в общей сложности около 900 пророчеств. Правда, написаны они довольно туманно. Вблизи залива два города постигнет каждого кара, подобных которым никто не видал. Скажете, что-то очень непонятное? А вот для исследователей наследие Нострадамуса очевидно. Речь идет об атомной бомбе Хиросиме и Нагасаки. Но и их оппонентам есть что возразить. Американские ученые в компьютер вложили стихи Нострадамуса, и компьютер выдал случайный набор фактов. То есть эти факты можно к любому событию у Нострадамуса приурочить. Но некоторые пророчества сложно объяснить простым совпадением. Ведь в них фигурируют конкретные числа и четкие временные отрезки. Считается, что Нострадамус называл будущее СССР новым Вавилоном и предсказал дату его существования 73 года и 7 месяцев. Когда в 1991 году СССР распался, было подсчитано, что так и произошло. СССР просуществовало 73 года и 144 дня. Предсказания Нострадамуса по-прежнему интересуют людей. Их и дальше будут расшифровывать и толковать. Не все знают, что в его книге события мировой истории расписаны до 3797 года. В середине 20 века в мире гремело имя другого прорицателя – Эдгара Кейси. Этого американца прозвали спящим пророком. В состоянии транса он сделал 26 тысяч предсказаний. Некоторые поразительно точны. Кейси заранее назвал даты начала и окончания обеих мировых войн. Ему были даны какие-то масштабные предвидения. Ванга, к сожалению, очень много сил тратила на отдельных людей, на все их судьбы. Они перемешивались. И поэтому предсказания ее иносказательны, не до конца точны. Я имею в виду о мировых предсказаниях. Но некоторые исторические события удалось предсказать и болгарской провидице. В начале 1968 года Ванга вдруг заговорила о городе за полторы тысячи километров от ее дома. И вновь в ее видениях были кровь и человеческие жертвы. Тетя Ванга, как ты себя чувствуешь сегодня? Сколько еще человек сможем принять? Красимира, ну давай хотя бы еще пятерых. Сейчас немного передохну и... Аквариум. Аквариум. Какой аквариум, тетя Ванга? Мама! Сестра! Скорее сюда! Скоро Прага превратится в аквариум, в котором сумасшедшие станут ловить рыбу. Тучи сгустились над старым городом, а из туч глянет голос. Война! Танки со звездами войдут в тебя, Прага. Мертвые будут ловить рыбу. Мертвые. Вскоре действительно советские танки вошли в Прагу. В Чехословакии произошли кровавые события. Многие слышали о том, что колдуны и знахари способны передавать свой дар. Но мало кто знает, такое происходит не только в сказках. Черные маги просто вынуждены искать себе преемников, чтобы передать им знания. Иначе они не смогут умереть и отпустить свою душу. Я сама жила в Казахстане. И я видела, как колдунья передавала свой дар. Она была казачка. И вторая была колдунья немка. И мы жили в деревне, она не могла семь дней умереть. Она кричала. Кажетта – целители экстрасенс. О тайных магических обрядах к тому времени знала немало. Но впервые она видела один из таких ритуалов собственными глазами. Это происходило между глубокой ночью двух и пяти ночи. И эта женщина, молитвно мечтая, умирая, передала свое кольцо этой девочке. И эта девочка сейчас очень сильно целительница. Колдовскую силу маг или знахарь передает младшим родственникам. Исключения бывают, но очень редко. Дар одного переходит к другому только генетическим образом. То есть только ген может перенести умение рода воспроизводить ситуацию. Ирина Литвина – экстрасенс-психолог. Помогает расследовать тяжкие преступления. Чаще всего убийства. А всего 10 лет назад была обычным бухгалтером в Саратовской области. Я не понимала, что я экстрасенс, да. Я думала, что все люди такие. Она могла что-то предвидеть, предугадать. У меня была моя бабушка. Она учила людей. К ней обращалось очень много народу. Она жива в деревне. Ирине никогда не нравились толпы людей у бабушкиного дома. А мистические вещи и события так и просто пугали. Девочка побаивалась бабушку и даже не хотела быть похожей на нее. Я услышала разговор между мамой и бабушкой, что бабушка хочет передать свой дар мне. Я, испугавшись этого, стала избегать. И когда бабушка тяжело заболела, я перестала идти. Это произошло прямо во сне. Бабушка взяла Ирину за руку и сказала, я передаю тебе свой дар. Скорее всего, Ирина была расслаблена, сознание было открыто. И в этот период как раз, в общем-то, энергетическая сила в нее и вошла. Вскоре бабушка умерла, а в жизни Ирины стали происходить странные вещи. Она видела фантомы людей и события, которые только должны были произойти. В случае в автобусе я ехала с работы, сидела напротив меня девушка, ну, лет, наверное, 25-28. И прям быстро пришел фантом ребенка, проехав несколько остановок, останавливались на остановке. И женщина в возрасте, ну, я так поняла, что это ее мама, передает ребенка ей в руки. Ирина стала думать, что сошла с ума. Чтобы с этим справиться, она отправилась в Москву посоветоваться с опытными экстрасенсами. Там ей рассказали о ее даре и предложили работу. Ирина согласилась почти без раздумий. Вот эту стену Ирина называет волшебной. Глядя на нее, экстрасенс может сфокусировать картинки, которые проходят перед ее внутренним взором и увидеть их по-настоящему. Внезапно приходят картинки, что происходит с человеком, иногда о чем он думает. Ну, а если колдун оказался при смерти, так и не успев передать дар настоящему ученику, он попытается избавиться любым способом от бесовской силы. Ее обладателем может стать человек, который в эти минуты просто окажется рядом. Достаточно прикоснуться к магу или взять у него какой-нибудь предмет. В деревнях считалось крайне опасным даже приближаться к умирающему колдуну. Но что происходило с Вангой, родные утверждают. Она почти до самой смерти общалась с посетителями, просто уже не так активно, как прежде. Эти изменения в поведении пророчицы сразу бросились в глаза ее российской крестницы, целительницы Дали. Во второй и последний раз она приехала к Ванге в 95-м году. Я привезла ей свой лечебно-оздоровительный сеанс, который я практикую как бы и в своей деятельности. Когда она взяла его в руки, она своему водителю сказала, повезешь меня домой, сразу же в машине поставишь. Русская ясновидящая рассказывает, Ванга и сейчас нередко является ей в снах. Впервые это произошло спустя месяц после смерти провидицы. Дали долго не могла забыть это видение. Ванга явилась ей зрячей. Открытые, такие темно-синие глаза, в природе даже таких у людей редко бывает. Я воскликнула от радости, говорю, Ванга, так у тебя там все в порядке. Она улыбнулась, но потом она меня заставила плакать. Она показала свой последний день. Накануне смерти Ванга страдала. Это подтверждают и медики. Реанимация предполагает особый уход. Но даже мы, совсем своим арсеналом, ничем не могли помочь этой пациентке. Лишь единицы знают. Тогда, в августе 1996-го, из мира живых ушла не просто провидица, а верховный маг Земли. Ванга носила этот тайный титул более полувека. Он давал ей власть. Но чтобы выдержать нечеловеческую нагрузку, женщине приходилось каждый день подпитываться энергией других людей. Тех самых, что приходили к ней в надежде на чудо. И вовсе не случайно. Дом, в котором Ванга принимала людей, был построен на месте уничтоженного вулканом города. Это особенное место. Ванга говорила, что она до сих пор слышит стоны этих погибающих людей. Во всем мире Ванга один из символов Болгарии. Своего рода бренд. А значит, на этом вполне можно сделать неплохие деньги. И делают. В Болгарии есть 12 тысяч такие называемые церетели, экстрасенсы, которые обманывают людей. Каждый второй из них утверждает, именно он ученик Ванги. Ее преемник, единственный и любимый. Знала ли легендарная болгарская провидица, что оставит после себя столь многочисленное духовное потомство? И что короткая встреча с ней обеспечит для кого-то годы успешной практики и финансовое процветание? И где находится тот, единственный, кто действительно имеет право назвать себя наследником Ванги? Смотрите далее. Можно ли увидеть в огне судьбу человека? Сидя у костра, она слышала мертвых. И как заработать с помощью чужого дара? Многих начали воспаляться глаза. Смотрите сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Ванга продолжение. Наследник. Приглядитесь к этой фотографии. Женщину вы наверняка узнаете. Правильно, это Ванга. Мужчину слева зовут Мейербек Бегисов. Выходец из Северной Осетии, представлялся целителем и магистром белой магии. Не так просто определить, что изображение и искусный фотомонтаж. Здравствуйте, Баба Ланга. Заходи. Что у тебя, добрый человек? Я приехал попросить совета. Спрашивай, помогу. Хочу лечить людей. Почему ты думаешь, что сможешь? Не вижу дара. А что у тебя в руках? Я сделал капли по вашему рецепту. Мне нужно ваше благословение. Благословение? Благословение. Прочь отсюда. Не давай этим каплям мое имя. Будет беда и у тебя, и у других людей. Прочь отсюда. Прочь отсюда. Маршрут только. Прочь. Мэйрбек Бегизов все-таки поступил по-своему. И оказался на скамье подсудимых. Он получил три года условно. Но после этого все равно вернулся к магической практике. Стал одним из первых, кто активно использовал интернет для продвижения своего бизнеса. Прежние целители рассчитывали лишь на рекламу в газетах. Вы не знаете, что больны. Но я вас вылечу. Для начала Бегизов открыл офис в Москве. Потом пустился в целительские гастроли по стране, гарантируя излечение от всех болезней. Активнее всего лечил от слепоты, не только руками. Предлагал клиентам авторские капли, состоявшие из меда и воды. Скорее всего, к этой идее Бегизова подтолкнула слепота самой Ванги. Но именно капли по 200 рублей изгубили целителя. У многих начали воспаляться глаза, ухудшилось зрение. Бегизов обвинялся не только в мошенничестве, но и в реализации товаров с нарушением действующего законодательства. Медицинского образования у Бегизова не было. Он использовал поддельный сертификат целителя. За полный курс лечения брал с клиентов почти 11 тысяч рублей. Не так уж и много за крепкое здоровье. Видимо, так рассуждали его клиенты. К нему выстраивались огромные очереди. Потом точно такие же толпы двинулись в прокуратуру. Оформлять заявление на мошенника. Со всех обратившихся в прокуратуру граждан Бегизов собрал около 200 тысяч рублей. По тогдашнему курсу это 150 тысяч долларов. Никто из обратившихся к Бегизову не знал. У Ванги никогда не было никаких рецептов. Только личный контакт. Более того, многие побывавшие у провидицы на приеме утверждают, Ванга на самом деле не лечила людей. Тогда в чем разгадка ее феномена? Может быть в особенностях строения мозга ясновидящей? У Ванги сложились жизненные обстоятельства так, что она, естественно, была рождена с доминирующим правым полушарием. У нее была способность видеть образы, которые приходили из коллективного подсознания. Она их тут же воспроизводила. Мало кто знает, что патологоанатомы так и не смогли сделать полноценного заключения по поводу причины смерти и состояния мозга Ванги. Им запретили работать с ее телом. Провидица просила не проводить вскрытие внутренних органов. Врачи выполнили единственную просьбу ясновидящей. Каждого, кто побывал у Ванги, удивляла манера ясновидящей вести разговор. Назвать эту беседу с посетителями диалогом в привычном понимании этого слова было невозможно. Журналист Андрей Смирнов в свой самый первый приезд к Ванге был просто шокирован этой манерой, когда хозяйка сразу же ставила гостя в тупик. Она задала мне такой вопрос. Почему ты ходишь к отцу без свечей и цветов? А в Москве перед отлетом в Болгарию зашел на кладбище. Поскольку кладбище закрывалось, я не успел купить цветы. Ну а свечи в то советское время, так сказать, просто не принято было. Ванга тут же поведала изумленному гостю. Все это ей сказал его покойный отец. Только что. Она сказала, что мой отец сейчас рядом, что он был военным. Она видит Сибирь. Спросил меня, почему. Я сказал, потому что он какое-то время провел Сибирь. У нее очень развита интуиция. Есть такие люди, телепатическими способностями наделены. Она была именно такой. Другое дело, когда она ослепла, у нее эффект ясновидения увеличился. Но на способности Ванги повлияла не только слепота. Болгарские журналисты провели собственное расследование и выяснили. Всему причиной полученная в детстве тяжелая, едва ли не смертельная травма. Она похищена, изнасилована и сбита. Журналист Святослава Тодоркова специально произносит эти слова для русских телезрителей. Многие из них просто не готовы поверить в такую версию. Репортер исследовала полицейские архивы начала века и обнаружила два донесения об одном и том же событии. Избиении и изнасиловании в новом селе восьмилетней девочки, после которого та потеряла зрение. Я нашла именно этих двух агентов. Они, к сожалению, уже умерли. Но, сопоставляя факты, я делаю вывод. Это девочка Ванга. Неужели именно травма так повлияла на жизнь восьмилетней девочки, кардинально изменив ее судьбу даже после смерти? Смотрите далее. Этот человек объявил себя новым богом, а перед этим побывал у Ванги. Его там даже Христом провозгласили. И кто в наши дни продолжает ее дело? Я в пламени огня видеть стала картинками. Уникальные материалы и шокирующие факты в документальном сериале «Ванга. Продолжение» на телеканале РЕН-ТВ. Это Бахыт Жуматова, экстрасенс из Казахстана. Ее способности тоже проявились в критический момент. В раннем детстве в родном ауле Бахыт сгорел дом. Хозяева погибли. Бахыт прибежала к месту пожара и просто застыла на месте. Я в пламени огня видеть стала картинками. Кто были, допустим, родители этой девочки, мальчика. То есть у меня было погружение в иной мир. А мне было только пять лет. С тех пор она видит картины из жизни приходящих к ней людей вот так, в огне. Здравствуйте. Вот, походите, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Юля. С Юлией Бондаревой случилась загадочная история. Разобраться в произошедшем не может ни она сама, ни окружающие. Я вернулась с работы, и у меня были взломаны решетки на входной двери. Боры ничего не заправили, но сам факт того, что среди белого дня... Ясновидище уходит в себя. Спустя несколько секунд готов ответ. Нет отблесков, вражды, нет насилия. Это было простое предупреждение. Возможно, с 2011 года у вас какие-то напряги идут по работе с мужчиной по имени Ж. Пройдет два месяца. Это значит, что февраль, март, это будет где-то апрель, когда все встанет на свои места, и он будет идти с собой. Бахыт говорит, что видит будущее отдельного человека, а не целого мира. Именно так предсказывала и Ванга. Не случайно Жуматовы прочат славу болгарской пифии. Но экстрасенс из Казахстана сама признает, у Ванги другой наследник. Но кто же этот человек? Кто не видел цыганских гадалок? Тех, что способны читать мысли по едва заметному шевелению губ? Или вводить человека в легкий транс, когда он и не замечает, как выкладывает всю информацию о себе? Так может и нет никакой мистики? Может быть, Ванга лишь виртуозно владела техникой, известной любой цыганской гадалки, коих в Болгарии великое множество? И так может любой? Нужно всего лишь потренироваться? Молк показывает, что развить интуицию, развить ясновидение, развить какие-то моменты целительских возможностей, это вполне возможно. Но и среди уличных гадалок попадаются настоящие колдунии. Из тех, что умеют одним проклятием фатально изменить судьбу человека. Понятно, почему люди обходят их стороной. А в Англии за колдовство вполне могли казнить и в 20 веке. Впрочем, британские маги уверяют, что не раз спасали свою страну. Говорят, именно после их заклинаний в 1588 году грозная испанская армада была практически уничтожена сильнейшим штормом, и Англия стала владычицей морей. В конце концов, британские колдуны сумели убедить в своих заслугах парламент страны. В 1951 году он все-таки отменил все законы против колдовства. Правда, никто не ожидал, что после этого наступит расцвет магического ремесла. Точнее, псевдомагического. Но по числу колдунов-самозванцев Россия давно превзошла родину Великого Мерлина. Взгляните внимательнее на этого человека. Тысячи людей уверены, это новый спаситель. Сам себя он называет Виссарион. Его гражданское имя и фамилия Сергей Тороп, бывший инспектор ГАИ. Христианские священники не сомневаются. Виссарион – шарлатан, лже-христос и лже-пророк. Его община и учения, так называемый Последний Завет – тоталитарная секта, в которую вовлечено более 10 тысяч человек. Но как рядовой милиционер смог подчинить себе сознание такого количества людей? Я не вижу, в чем, собственно, секрет его привлекательности, потому что он невероятно серый, посредственный, нудный, скучный человечек. Он говорит ужасно неграмотно. Он пытается использовать славянизм и делает комические ошибки. Мало кто знает, откуда у Торопа появился дар внушения. Бывший гаишник побывал у Ванги. Он приехал в Болгарию в сентябре 1989-го. А спустя два месяца Сергей Тороп объявил себя живым богом. Со своими выступлениями он объехал чуть ли не весь бывший СССР, от Риги до Хабаровска. А затем обосновался в Красноярском крае. В его общину потянулись последователи. Продавали дома, квартиры, машины, привозили деньги. Обращаясь к своим адептам, он время от времени говорил, скоро станет решающий момент выбора, с кем вы, с этим расследованием миром, или вы со мной. Исключать ни в коем случае нельзя. Это то, что у него сдадут нервы, и он может устроить массовое самоубийство. Вы спросите, а зачем это нужно было Ванги? В 2000 году болгарский журналист Димитр Крайнев опубликовал серию статей под общим названием «Всемирная ассоциация магов. Правда и вымысел». Расследование, проведенное репортером, доказывало, почти все экстрасенсорные организации, колдовские салоны и даже отдельно практикующие маги Болгарии в 80-х перечисляли часть своего дохода в единый центр, находящийся в Великобритании. По версии Крайнего, руководила этим процессом Ванга. Деньги со всей страны стекались именно к ней. И тут мне в голову пришла ужасная мысль. А что если все колдуны и экстрасенсы мира – это одна организация? Центр у них единый. И все они, как по команде, могут в один прекрасный момент выполнить приказ, поступивший из этого центра. И вообще, мне кажется, что они все против нас. Расследование журналиста оказалось незаконченным. Он собирался выяснить, кто и как занимался сбором магической дани в наши дни, но попал под машину. Он был специалистом по культизму и интересовался у меня некоторыми малоизвестными подробностями из жизни Ванги. Я в его магическую теорию не особо верила. Как-то нереально это выглядит. Но после гибели Димитра, сведения, изложенные в его книге, приобретают совсем другой смысл. В то, что Ванга имела дело с темными силами, тысячам людей трудно будет поверить. Большинство писателей и журналистов, сами того не видая, работали на создание ее ложного образа доброй вещей бабушки. Да и сама провидица знала, чем, что называется, зацепить публику. Например, она охотно демонстрировала любовь к детям. Многие ее клиенты, жалуясь на проблемы, слышали в ответ, ищите причину в своем детстве. Тетя Ванга, меня зовут Вилка. Вы моя последняя надежда. Дело серьезное. Я удачно женат вот уже 15 лет. У нас рождались через каждые полтора-два года дети. И все умирали вскоре после рождения. Мы с моей славой любим друг друга и очень хотим детей. А ты помнишь свою мать? Я знаю, ее уже нет в живых, но она стоит передо мной, словно живая. Мне известно все. Но я хочу услышать от тебя, что ты чувствуешь. Когда мне было 16, моя мать забеременела. Ей тогда уже было 37 лет. Ребята насмехались надо мной, и скоро я возненавидел свою будущую сестру. Уже будучи взрослым парнем, старался избегать мать. А сестру вовсе не признавал. Что она есть, что нет. Мне без разницы. Вот и мой ответ тебе. Что посеял, то и пожинаю. Ты не понял, мать. Осуждал дитя в ее чреве. Так что ж ты ждешь теперь? Многим казалось, Ванга так трепетно относится к детям потому, что сама не познала радости материнства. Даже среди близких провидицы мало кто знал о ее собственном сыне. Его как бы заслонили собой приемные дети, Димитр и Винетта Волчевой. Их жизнь сложилась вполне счастливо. Винетта вышла замуж за состоятельного человека. Димитр стал юристом. Была такая версия, что ее приемный сын на самом деле родной. Ванга хотела уберечь собственное дитя от назойливых журналистов и тяжести дара. Вроде бы логично, но слишком многое не сходится. Осенью 1941 года британская разведка Ми-6 сумела собрать трех сильных экстрасенсов Вангу, Вольфа Мессинга и Эдгара Кейси вместе. Этот факт мало кому известен. Обнаружил его один из английских писателей, исследовавших военные архивы. Но зачем англичанам понадобились эти силы? При помощи оккультистов они планировали повлиять на набиравшую силу страну Советов. Это был заказ политиков. Весной 1941-го многие из них готовились к войне с коммунистами. Но Гитлер своим нападением смешал их планы. Кто знает, как сложилась бы судьба Ванги, если бы ей пришлось применить свою магическую силу против большой страны? Сколько раз рождалась на этом свете я? Это фрагмент фильма о Ванге. Провидица вновь и вновь повторяет. После смерти ее душа не перейдет в мир иной, а останется по эту сторону жизни. Сколько же раз душа моя бывала на этом свете? Этот вопрос Ванга часто задавала сама себе. Есть ли ответ на него сейчас, спустя 17 лет после ее биологической смерти? Вот сюда, в маленький поселок Октябрьский, в 70 километрах от Рязани, едут сотни неизлечимо больных людей. Здесь по ночам можно посоветоваться и получить наставление у матушки Феодосии. Вот даже и мне она предсказывала. Я однажды заболела, и она мне вот послала. Она, конечно, сама мне подлечила немножко, она сказала, чем нужно, что пить нужно, вот святую воду дала, там сама она как заговор сделала, вот посвятила, я потом выздоровела. Кто такая эта самая Феодосия? По рассказам односельчан, в ее жизни были и катастрофа, и клиническая смерть. Она когда вот шахта строили, четвертую, шастую, и она там, грузили они трубы тогда на маленький смазал, и она несла как вот такую диаметром трубу, положила, борт отскочил, это, отвалился прям ей на это. Ну, трубу-то он попал, а то бы он ей и голову отрубил, может отрубил. После страшного удара по голове она впала в глубокую кому. Лежала без признаков жизни не месяц, не год и не два, 18 лет. Но спустя годы очнулась. Говорят, у нее открылось внутреннее зрение, и видит она людей насквозь. Правда, даже не отрывает головы от подушки. Она лежит вот как, как вам сказать, такая вся чистенькая, у нее ни запаха, ничего такого нету. Вот такая вот она, она как-то действительно святая. Рассказы о чудесах Феодосии вышли далеко за пределы Рязанской области. К ней уже несколько лет приезжают с самых разных мест России. Приехала девушка из Москвы, лет нам 30 я была, она не могла замуж выйти. Она сказала, уезжай отсюда, ехай в Москву, там твое счастье. Там она вышла замуж. Многие твердят, это женщина Ванга. Мы готовы потратить на встречу с ней сколько угодно времени. И вот после трехчасовой вахты в очереди мы видим ту самую женщину. Вы Ванга? Нет. Далее в программе. Настоящий наследник Ванги. Его искали и во Франции, и под Рязанью. Мы бы с удовольствием повстречались бы с этим наследником. И где сейчас душа великой провидицы? Сколько же раз душа моя бывала на этом свете. Смотрите сразу после рекламы в уникальном проекте Ванга. Продолжение на РЕН-ТВ. Ванга. Продолжение. Наследник. Можно ли стать ясновидящим по собственному желанию? Психолог Сергей Кравченко утверждает. Это вполне реально. Если вы готовы пожертвовать своим здоровьем. Та же Ванга до того, как ослепнуть, была вполне обычной девочкой. С этим связан еще один феномен, который мы изучаем. Это самоосуществляющееся пророчество. Если я вам напророчу сейчас великое будущее, и вы в него тут же поверите, я более чем уверен. Вы сделаете максимум того, чтобы достичь того, что я вам напророчу. Сергей Кравченко считает, интуитивные предсказания должны быть достоянием всех людей. Площадкой для общественного объединения экстрасенсов, магов и чародеев стал интернет. Одна из уникальных функций этого центра, это не просто зафиксировать предчувствие, предвидение, которое кто-то из наших коллег предполагает, что такое реально. Одна из таких функций помочь человеку остаться в рамках душевного здоровья. Франция. Казалось бы, что может связывать эту страну со слепой балканской ясновидящей? Но приближенные Ванги утверждают, она часто говорила об этой земле, сохранились и документальные свидетельства. Говорила я про Париж. Туда меня мать звала. Собралась, но люди на меня странно смотрели. Много просила я. Хотела даже к Тодору Живкову просить. Родные вспоминали. Во время очередного транса Ванга произнесла. Сейчас в ней душа Жанна де Арк. Очнувшись, провидица заявила, ей срочно нужно посетить собор Парижской Богоматери. Но сделать это ей так и не удалось. С Францией связано и одно из последних пророчеств. Лично. Мол, после смерти ее дар перейдет к французской девочке. Многие пытались установить местонахождение новой наследницы Ванги. При этом установить действительно ее местонахождение не представилось возможным. Подходящую по всем параметрам кандидатуру нашли спустя 4 года после смерти Ванги. Ее имя Патриция Люмо. Она, как и сама Ванга, слепа и обладает даром ясновидения. По странному совпадению девочка потеряла зрение через месяц после смерти Ванги. Самым известным ее предсказанием было следующее. Она запретила своим родственникам, собиравшимся в Париж, останавливаться в отеле, по ее предсказанию на который должен упасть большой самолет. Спустя непродолжительный отрезок времени на него упал действительно самолет. Это было крушение Конкорда, состоявшееся в 2000 году. Сама Патрисия утверждала, она способна разговаривать с мертвыми, как Ванга. Но для близких самой Ванги эти откровения не доказательства, а лишь любопытный факт. Очень вероятно, что родится где-нибудь человек с таким даром. Но все, кто называет себя ее учениками, самозванцы. Я лично нашел по объявлениям около 500 таких шарлатанов. Ванга говорила, что ее дар переродится в каком-то ребенке из Франции, но не в том, которого показывало русское телевидение. В последние годы новых пророчеств от Патрисии почему-то не слышно. Канал связи с космосом закрылся? Или просто это была очередная мистификация? Город Петрич. Великая провидица прожила здесь большую часть своей жизни. Это известно почти всем. Но один из домов хранит историю, которая до сих пор главная тайна Ванги. Здесь родился ее единственный ребенок. Сама Ванга об этом никогда не говорила, но моя бабушка видела, как из дома выносили сверток с младенцем и рассказывала про акушера, который принимал роды. Он жил в соседнем квартале. Ванга забеременела в интернате для слепых. Девушке шел тогда 17-й год. Отцом ребенка был молодой человек, которого она полюбила. Димитр. Болгарские журналисты исследовали государственные архивы и выяснили, Вангелию Сурчеву в срочном порядке отчислили якобы по просьбе отца, которому нужна была помощница по хозяйству. На самом деле девушка была уже на шестом месяце. Ванга рожила дома больше негде. А вот куда ребенка отдали на воспитание не вполне ясно. Скорее всего враженский монастырь. Это под городом Мелник в той же области. Кстати, к Мелнику у Ванги всегда было особое отношение. Возможно, из-за этого. От Ванги пытались скрыть то, что ребенок выжил. Но уже тогда проявился ее дар. Она сумела узнать правду и даже поначалу пыталась найти сына. Думаю, что своего сына Ванга так никогда и не увидела. Сначала ее отец был против, потом ей самой стало не до этого. Война, фашистская диктатура, революция. Куда занесла судьба сына? Мы не знаем. Но став мощной колдуньей, Ванга, видимо, все-таки нашла другой магический способ узнать о судьбе сына и сумела отыскать внука. Это кажется невероятным, но через несколько секунд в этом кресле появится внук Ванги. Он согласился встретиться с нашей съемочной группой в холле одной из дорогих московских гостиниц. Лурис, так он просит называть его, но это не имя. Лурис творческий псевдоним. Врача, писателя, ученого, путешественника, наставника одного из светских магических орденов. В Москве он проездом. Лурис говорит, что хорошо известен на Западе. Разумеется, под другим, настоящим именем. Он не снимает черных очков, но согласен ответить на несколько вопросов. Отца я помню плохо. Он пропал без вести, когда мне было пять лет. Но однажды мне приснился странный сон. Слепая женщина назвала мне адрес Болгарии. И вот я приехал в этот дом. Меня провели без очереди. И та самая женщина, что снилась мне, взяла меня за руку. Я и сам сразу понял, мы родственники. Внук Ванги вырос во Франции, в той стране, куда так хотела попасть его бабушка. Его отец выжил во время войны в Болгарии, эмигрировал во Францию, а потом отдал сына в частный пансион. Мы спрашиваем Луриса, он ли сейчас верховный маг планеты. Это вы шутите? Что такое верховный маг? Это моя бабушка верховный маг? Но потом Лурис перестает смеяться и объясняет уже вполне серьезно. Все, чего он в жизни добился, это благодаря бабушке. Лурис говорит, что накануне самых важных событий своей жизни он всегда видит бабушку во сне. Она предостерегает его от ошибок и довольно точно предсказывает, как именно развернется его ситуация. Она жива. Для меня она жива. На вопрос касающийся наследства Ванги Лурис отвечает, что ничего не знает об этих деньгах, а потом начинает прощаться. Он уходит, оставляя после себя запах дорогих мужских духов и мимоходом брошенную фразу о том, что самое главное предсказание его бабушки касается всех и оно еще не сбылось. Исследователи мистического наследия Ванги делят ее предсказания на три части. Первая часть слово о медицине. Среди прочего Ванга предсказала, что человечество победит рак в начале 21 века, а к 2035 году люди овладеют генной модификацией себе подобных. Вторая часть пророческого наследия провидицы слово о войне. Как известно, ее предсказание Второй мировой войны сбылось в точности. А что касается грядущей Третьей мировой, Ванга выражалась довольно осторожно и связывала ее с возможным вторжением чуждой нам цивилизации из космоса. Ванга в 1979 году говорила, ровно через 200 лет произойдет встреча с инопланетным разумом. Ванга точно по годам не говорила, что-то произойдет в 2012 году, то-то произойдет в 2014 она говорила через 40 лет, через 50 лет. Третья часть предсказаний Ванги слово о России. В 21 веке на месте России возродится страна, превосходящая по размерам СССР. Эти предсказания подтверждены источниками, свидетелями, записями, но существует четвертое, до сих пор не опубликованное слово Ванги, которое она хранила в секрете до самой смерти и завещала опубликовать ровно через 20 лет после ее кончины, летом 2016 года. Единственный человек, которому Ванга поведала тайну, святейший патриарх болгарский Максим. Земляк и ровесник Ванги, он не одобрял ее ремесла, но на этот раз согласился прочитать ее письмо. По словам очевидцев, святейший прочел записку и упал в обморок. Смотрите в заключительной серии шокирующая правда о последнем пророчестве Ванги. Третья мировая война уже началась. Куда исчез архив болгарской пифии? Три ящика вынесли. Как спецслужбы хотели использовать провидицу? По мнению ККБ действительно обладала даром предвидений. И впервые на телевидении тайна третьего фатимского пророчества. рисуется картина некой всемирной катастрофы. Смотрите в заключительной серии уникального проекта РЕН-ТВ Ванга продолжение. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров